МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В самом деле это очень сложно, поэтому нужно очень-очень долго учиться. Это очень хорошо, что я хожу на теннис. Не все знают, но в Сибирском федеральном университете есть своя лыжная база. Студент может прийти сюда и взять лыжи абсолютно бесплатно. Для этого ему нужен только студенческий билет и знать размер своей ноги. Здравствуйте, я бы хотела взять лыжи на прокат. У вас размер? 38-й. Прежде чем выдавать лыжи в прокат, они требуют серьезной подготовки. На лыжной базе СФУ работает целый штат сотрудников, который следит за готовностью лыж. При выборе смазки учитываются и погодные условия, и качество снега, а также лыжный ход, который будет идти спортсмен. Для того, чтобы классическим ходом ходить, на лыжи под колодку накладывается мазь, чтобы не было у лыж отдачи в обратную сторону, чтобы можно было легко идти по трассе и в горку, чтобы легче было подниматься. Преподавателям лыжной базы в мастерстве не откажешь. Валентина Ивановна Зырянова учит лыжников уже почти полвека, а ее регалям не позавидует разве что многократный олимпийский чемпион. Участвовала в кубках мира, чемпионат мира, ну называется кубок мира мастеров, так правильно. И у меня имеется 15 золотых медалей, в общей сложности 31 медаль. Веду здоровый образ жизни, вот видите, сейчас начинается учебный процесс, и сейчас я уже прокатила свои 18-15-18 километров. Всем привет! Кстати, здесь совсем не нужен платный профессиональный инструктор. Мы нашли замечательного студента Вову Жареного, который нам и лыжные ходы показал, и кое-чему научил. Ну, или почти научил. Ну, и теперь высокоскильный метод езды на лыжах – это коньком. Он, как бы, очень схож с катанием на коньках. Логично, не правда ли? И принцип его заключается в том, что ты внутренним ребром лыжи толкаешься от земли, в то время как, ну, другая у себя, просто направлено прямо, и ты на ней скользишь. Ну, как на коньках, в принципе. Лыжи – чисто для толчков. Давай, Люда! Я почти Мартан Фуркат. Как ты считаешь, чем хороша вот возможность для студента именно прийти и бесплатно покататься? Тут полезно, это занимательно, это отличный досуг. Анна Павлова, Яна Сковко специально для ТВСФУ! Полина Баздуган побывала на фестивале «Наука 0+.» Если вы не успели туда сходить, то смотрите наш специальный репортаж. Мы находимся на фестивале «Наука 0+.» Здесь собрались самые жадные до науки красноярцы. На интерактивных площадках мы можем попробовать себя в роли пожарника, скрипача и даже слепить настоящую человеческую кость. Давайте проверим, в замороженной келии сможет ли взлететь? Тематика этого года – космос и технологии будущего. И университет, как всегда, самый активный участник фестиваля. Институт космических и информационных технологий налаживает связь Земли и космоса. Металлурги знакомятся с плавами, а биологи демонстрируют 3D-принтер. У нас имеются кости, но они необычные. Они кости от настоящего человека, полученные из томографического снимка. Польмер был другой. Это обычно БС-пластик, это модель. Но в последующем мы будем печатать из специального пластика. И он уже очень похож на кость. Этот полимер способен внутри организма разрушаться и на своем месте формировать кость. Молодые ученые СФУ также разработали полимер, который может временно заменить человеку кожу. Похоже на лизун, который продают в ларечках за 9 рублей. На интерактивных площадках можно не только удовлетворить свой научный интерес, но и получить полезные практические навыки. Например, геологи учат отличать настоящие камни от подделок. В натуральном алахите мы всегда видим четкий рисунок. А если мы возьмем искусственный камень, мы видим какие-то прерывистые полосы, еще что-то, что выдает его ненатуральность. На научном фестивале побывало почти 70 тысяч человек. В гости приходил даже губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, который пообещал развивать Красноярск как центр науки, образования и культуры. Эксперименты, сложные мастер-классы. На фестивале «Наука 0 плюс» интересно не только взрослым и старшекурсникам. Маленьким детям тоже есть чем заняться. Мы вот с Евой и Васей дом построили, правда? Осталось посадить дерево и зажить счастливо. Яна Скупко, Полина Буздуган, ТВ СФУ. Если вы до сих пор думаете, что кроме материала лекции преподаватель ничего рассказать не может, то Миша Ленивсов и Костя Казаков докажут, что вы ошибаетесь. Смотрите рубрику «Байки от преподавателей». Очень интересная пора проведения творческого конкурса по журналистике, потому что очень часто в работах абитуриентах есть разные стилистические и логические ошибки. И мы составляем копилку таких фраз, и я хотел бы поделиться некоторыми из них. В частности, нас в этом году очень поразила дальнозоркость одного абитуриента, который писал, что я вижу весь Красноярск, абсолютно каждый его сантиметр. Не менее игривой была и проворная девушка, которая ехала в поезде и писала, я мигом забралась на верхнюю полку, и через секунду со взглядом молодой игривой косули мое лицо выглядывало из окна поезда. Фильм «Зловещие мертвецы» воплощил идеи короткометражки на полный метр. Фильм вышел добрым и по-хорошему нелепым. Не успел я толком задуматься, как автобус выскочил из-за поворота и увез меня прочь. А кто это, например, кукушка? Одиноко кукует на ветвях. Ну, на самом деле, разные байки были и с жизнью, и с преподаванием связаны. Ну, одна из таких кафедральных историй, связанных с госэкзаменом, когда мы спрашивали о восстании декабристов, и состоялся примерно такой диалог. Студент вышел отвечать и заявил, что в 1825 году случилось то, что случилось. Декабристы подали в отставку. Откуда, спрашиваем мы? Прямо с Сенатской площади. Пытаемся уточнить. Спрашиваем, хорошо, с какой должности в отставку уходят с должности? С должности борцов за свободу, ответил студент. Декабрь приносит с собой не только новогоднее настроение, но и начало сессии. Какие приметы, веря студенты СФУ, специально для вас узнала Вика Колесникова. Скоро начнутся первые зачеты. Каждый готовится к ним по-своему. Кто-то подкладывает пятаки в сапоги, а кто-то кричит халява прийти. Пойдемте узнаем, во что же верят студенты нашего университета. Я верю в то, что мне повезет, что автоматом поставят зачет, Что на экзамене напишут тут, только за то, что пришел в институт. Я знаю, что нельзя показывать зачетку, пока у тебя все зачеты экзамена не будут стоять. Что, в принципе, отдавать нельзя никому другому. Что перед зачетом можно кричать в окно «Халява, приди!» и, возможно, она придет. На первом курсе честно кричала в окно «Халява, пришла!». Я, наоборот, делаю все наоборот. Ну, в том плане, что, допустим, рекомендую, там, не мойте голову, вымыть все свои последние знания, но, на самом деле, мне вот как-то морально легче нарушить все эти вот маленькие запреты, и так я чувствую себя более подготовленным. Кричать «Халява, приди!», размахивая зачеткой. В центре года, где с тобой человек, или что ты уже называется? Памя. Скафчер. Если человек трогает, он нос. Будет ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Мне говорили, что не нужно перед экзаменом, нужно носить одну и ту же одежду, не менять ее, там, два-три дня, и вот якобы она впитывает твою там удачу, которая вокруг постоянно, но тоже я так не делаю, на самом деле, не знаю. Для меня главное – это просто с уверенностью прийти на экзамен. Ну, мы не очень в них верим, мы думаем, что самое главное – это готовиться перед сессией, перед экзаменами, выучить все предметы и ходить на все лекции. Положить конспекты под подушку или, я знаю, что Оля Лопов вообще разложила их под простыни, спала на всех своих цитатках, но это ей, по-моему, не помогло. Сколько ни спи на конспектах, учить все равно придется. Студенческие традиции следовали. Виктория Колесникова, Анастасия Теревкина, ТВ, СССР. Ни пуха, ни пирата. А это информация для тех, кто любит блеснуть умом, но не всегда находит время на книжке. Быстро, четко и о самых разных вещах в рубрике «Факты де-факто». Доброго времени суток, с вами Елизавета Зюзи. Это новая рубрика «Факты де-факто». Хочешь все знать, но слишком ленив, чтобы садиться за книжки? Хочешь блистать интеллектом большой компании? Тогда смотри скорее именно здесь и сейчас. За пару минут мы расскажем о чем-то очень интересном и познавательном. Начнем с интересных фактов. Как вы думаете, какое из ныне живущих существ является самым опасным? Ну же, кто опережает всех по количеству убийств? Нет, это не человек. Это комар. Неожиданно, да? Дело в том, что комары являются переносчиками многих болезней, в том числе и смертельных. В их число входит малярия, желтая лихорадка, лихорадка денги и другие. При этом сами крылатые безобразники не болеют, а только переносят заболевания. Хорошо, что их дрессировать нельзя. Или плохо. Кстати, за заражение отвечают только самки комаров, самцы же кусают только листья. Вот девчонки и бесятся. Все мы знаем и любим российскую социальную сеть ВКонтакте. А ты, мой маленький любитель мемов, знаешь о том, что сначала сайт был закрытым приложением к форуму Санкт-Петербургского государственного университета? Откуда в итоге взялось название? Так ли просто придумал ему Павел Дуров, идол всех интернет-зависимых? Да, он не скрывает, что фанател по станции «Эхо Москвы», где диджеи постоянно говорили «в полном контакте с информацией». Кстати, вы в курсе, что в Штатах ВКонтакте вне закона? Ведь то, за что мы его так любим – музыка, фильмы, видосики – часто выкладываются без разрешения правообладателя. Так что мы с вами те еще плохие парни. Насколько странными и доверчивыми могут быть люди? Вот вы думаете, мы уже не так просты, на дворе 21 век, удивляться тут нечему. Но, тем не менее, каждые три минуты кто-то на земле объявляет, что видел НЛО. Кажется... Смотрите! Если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, отписывайтесь в нашей группе ВКонтакте. Также пишите нам, о чем бы вам хотелось узнать, и мы обязательно расскажем вам об этом в одном из наших выпусков. Пока-пока! Такой получилась наша новая информационно-развлекательная программа «Белка в Кубе». С вами была я, Екатерина Железницкая. До скорых встреч! Субтитры предоставил DimaTorzok